МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы видим, что налогооблагаемая база поступления в бюджет региональных средств увеличилась. Если за определенный период времени поступили налоги 200 миллионов, то за этот же период этого года налоги в бюджет поступили более 300 миллионов. Налоговые льготы привели к увеличению количества IT-компаний, аккредитованных в Минкомсвязи. На сегодня в регионе их уже 90. А IT-профессии действительно становятся не только интересными для молодежи, но и престижными, и налоговые льготы помогают нам в расширении нашего штата и приобретении какого-то нового оборудования. Для подготовки соответствующих специалистов свои усилия объединяют и правительство, и сами IT-компании. На одной из таких создана образовательная площадка IT-плейс, на базе которой все желающие могут пройти курсы программирования совершенно бесплатно. Год назад в этом проекте принял участие студент политеха Алексей Стратонов. Теперь он один из самых перспективных специалистов. Я ходил на кучу всяких семинаров, лекций, занятий, ходил на летний интенсив как раз, ходил на курсы по джаве, которые были в Мирсовте. То есть у меня была достаточно хорошая подготовка, хотя с первого раза я не прошел собеседование. Потом пошел на летний интенсив. Хорошо я прошел его, потому что я был темливым команды на летний интенсиве. По итогу у меня позвали на собеседование, я прошел и стал работать в джавном направлении. Помимо образовательных площадок, компания организует для студентов профориендационные курсы. За прошлый год обучения прошли несколько тысяч человек. Юлия Дегтярева, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.